день сегодня начался не очень хорошо потому что тут уже 4 часа мотаемся то есть не получается вообще ничего не будем углубляться в это искали самовар лоб захотелось поесть искали искали не смогли толком найти и опять нашли вот ташкентский плов и сегодня у нас ташкентский плов начало дня у нас уже это не начало дня уже сколько время ты один часов начинаем с ташкентского плова готовят уж пазы ташкентские вкусный но не соленый не зачем стандартного салата не хватает поэтому и оказывается мы вообще в какой-то столовой находимся заказ столовая это плов делают там а здесь можно просто посидеть поесть здесь ну все там табака кабобы фастфуды день начался реально очень плохо и продолжают таковым быть куда не пытаемся сунуться где какие-то ограничения везде блокпосты сейчас тупость тупо не знаю закрытыми глазами придется ехать на какую-то удачу так как я поел плов таня решила поесть всеми любимый узбекский фастфуд кому интересно фастфуд узбекистане в андижане вот такой мы заказали сыр говядина то есть все здесь идет три значка говядина курица перец сыр мэр еще отчет больше ничего нового нет так как карантин все дают с собой но отсюда можно видеть находимся мы где-то не знаю где какой-то газал бета газал бета рорим сан видно какой-то завод там питер настолько сильный что зонтики отрываются потому просто я же сам испугался его отсюда снесло мне кажется он сейчас еще раз упадет вот тот сотрудник чуть этого сотрудника сейчас не убил когда заносил все спасибо здесь а он может да у него у соседа поесть а можно у вас поесть да здесь да не не сидит вот нормально кто по вкусу серьезно не зря узбеки любят этот фастфуд и вас по моим сейчас есть самом маленьком городе узбекистана его вот я реально говорю его заказывают если в обычном заведении будет три человека стоят то эваси 50 даже он видите на трекерах подъезжают и заказывают себе эвас ты вся в эваси то ты сегодня вся в эваси получается что мы сегодня в плену блок постов между блок постами катаемся и и нас вообще пугающий тип сандижана до часа не сможете вы их до вечера но надеюсь выйдем 3 так ешь аппетитная даже захотел сам но я плова навелся плова столичного вот есть салат столичная с плов столичный ташкент же столица санта вкусная блин апельсин реальный апельсин сколько же стоит вот такой вот эвас 19000 сумм в рублях это сколько 150 150 рублей вот вам и эвас но он с говядиной он не с курицей с курицей подешевле будет это из-за говядины а там говядина и сыр до цены столичные конечная точка город уж 56 километров ехать 1 час 11 минут ну-ка сейчас на увеличится ну да час одиннадцать и ты воши представляете сандижана уж ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 Интересно Чувствуется запах Киргизии Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 курицы куры куры или курицы или курей как получается какая-то база отдыха друзья здесь несколько прудов такие вот вагончики сейчас просили как таковую рыбу не увидишь есть рыба но она холодильнике женщинам показали то есть именно вот на этом пруду вас кормят поют вы отдыхаете смотрите на гусей в рыбу он есть там видно но скорее все как это база водах но опять ошиблись и ласточек просто очень много ехали 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 и увидели заправку 3000 сумм бензина машина аж задом начала ехать сама на скорости добьем бак до конца это радует и очень сильно попросили ребенка по ленину на стекло на лобовое все все хватит экстренная остановка смотрите что я увидел вот эти вот маленькие тыквы используются для голубцов то есть вот так вот середина выбирается да а где-то к казан в казане а ничпуль умеет так 10000 3 штуки до 10000 3 штуки такие голубцы реально что не видел вот так вот рахмат в долине чего только не придумывать прошло два с половиной часа и мы уже почти в каканьте знаете что с погода здесь происходит здесь такой сильный ветрища как здесь люди живут их постоянно засыпает пылью наверное а местность похоже чем-то на вот это расстояние между корши и бухарой такое все пустынное много каких-то полей чем-то засажены но непонятно даже далеко находится сейчас едем в кокант хотим попробовать что-то мы хотим попробовать коканскую коканскую кухню мы же все-таки футблогеры но думали близко в на самом деле это не очень так близко 150 километров уже просто устали здесь катаемся за сегодня у нас получается уже второй бак целый бак бензина закончился делать сейчас четвертая часть второго бака как коканский таджи махал почему сюда приехали так просто приехали в центр как анда друзья мы находимся в замке коканского хана по кратко и какой ташкентский бомонт вас назвать умеет ташкентский бомонт скажи всем привет всем привет канал усамердей с Денисом так я вот случайно встретил Дениса и Таню не скажу что прям случайно мы созвонились я увидел их в прямом эфире что они в Иргане здравствуйте в данный момент мы находимся где скажите нам пожалуйста дворец последнего коканского правителя сайт мухаммад кудархана это самый красивый зал большой тронный зал где со стороны хана принимались иностранные послы устанавливали дипломатические отношения с другими государствами поэтому этот зал очень красиво оформлен образнимание на верхней части 14 углублений хаузаков были специально сделаны для акустики но к сожалению трон на котором сидел сам хан до наших дней не сохранился первоначальные дворца мы можем увидеть по нашему макету внутри было 7 дворов на основании 104 сура из Корана 114 комнат сегодня сохранилось только 4 двора и 19 комнат самая красивая часть дворца женская половина гарем после падения ханса была полкуса снесена со стороны русского гарнизона почему? гаремских комнат было много но они были очень маленьких размеров в виде казармы эта часть для русского гарнизона не представляет никаких удобств во время ханства в женской половине гареме кроме 4 официальных по шариату жён павиархана жили около 40 наложенностей слугой также дети хана но мальчики в этой части жили только до 11 лет с 12 лет они отделялись подростковый двор от женской половины на сегодняшний день есть потомки хана от старшего сына Насраденбека они живут в Ташкенте и их фотографии вы можете увидеть у нас в отделе истории посмотрите что внутренняя часть романа международа изменена после падения как ханского ханса именно вот этот зал для русских жителей нашего города некоторое время служит православной церковью и напротив была продвижная полка была открыта с этой стороны дверь которой во время ханства не было но несмотря на это последние надписи на трон на место со стороны русских не были уничтожены эти слова в переводе означают я не говорю чтоб ты терпел убыток или гнался за выгоды главное будь и дальновидным и знай целое время в оригинальном виде у нас сохранились вот затемленное электронное место и вот здесь вот это у нас он находится кстати у меня вопрос как это перестало править к ханского ханского? К ханского ханского было полностью сообразнено в 1976 году 19 вентиля почему именно 19 февраля это тоже является историческим значением 19 февраля это день рождения Александра Второго именно в период Александра Второго огромная территория каканского ханства полностью уходит в состав Царской России и какан буквально с первых дней теряет свой статус столицы во время экскурсии если у вас есть вопросы пожалуйста а про территорию что можете рассказать? территория каканского ханства была самая огромная несмотря на то что она была молодой по сравнению с Бухарской эмирантом и с хивинскими ханцевами территория каканского ханства в два раза была больше Бухарского эмиранта и в три раза больше хивинского ханства территория начиналась от мечети сегодня это Казаларда почти граница с Оренбургом южная часть Казахстана, Кыргызстана это современная Кыргызстан, Чимкен, Тибишкек территория Сыкуля от Кыргызстана и с 1829 года территория каканского ханства расширяется до начала Китая до Кашхана другое помещение так сейчас в Казахстане находимся уже в малом и ровном зале хана где он в основном отдыхал и принимал своих родственников именно здесь хан проводил различные скрытые собрания поэтому уже тогда на трону у него здесь трона не было он сделал обычным двуспецким традициям и принимал свои родственники здесь он также молился поэтому именно западная сторона комнаты в виде михрала и реставрация была таким же образом как в большом тронном зале вот здесь вот в виде квадрата тоже оставлен оригинально это вид до реставрации посмотрите что средняя часть залов средняя часть стены соглашалась в форме ганча что такое ганч ганча это алибаса вместе с гирсом три слоя накладывалась на стену и на третьем слое в облаженном состоянии вырезались узоры растительного характера это представляется сто четырнадцать комнат и как в каране одна сура не повторяет другую точно так же сто четырнадцать комнат во время ханского дворца были оплоднены по разному и сегодня посмотрите в этом зале у нас очень ценные японские и китайские вазы восемнадцатого века сохранились в региональном виде в 1832 году эти вазы были подарены со стороны китайского императора как ханского хана хотя в это время у нас еще не было установлено дипломатическое отношение с Японией после падения хана дворец был полностью открыт ценные вещи были проведены в результате одна ручка японской вазы была сломана позже эти вазы были конфискованы с домов русских и еврейских промышленников которые жили в Коканте и возвращены в наш музей самое главное они сохраняются в оригинальном виде посмотрите на это мы видим что в 18-е века со стороны китайских мастеров кальяны изготовились из фарфора желтый цвет считался цветом императора до сих пор Китай, Япония желтый цвет это свет богатых людей красивый экспонат из Снеприда это вид в китайской деревне и конечно вот эти двери через которые мы с вами нашли во время хана не было никогда через эту дверь на прием хана не заходили нужно будет зайти сначала в комнату секретаря потом уже спокойно заходить на прием хана ну что Денис, это интересно? есть какой-то интерес вообще? ну да оригинальная очень красивая и качественно сделана русская мебель замок русских промышленников 19 века это судейские кресла в центре судьи с двух сторон его советников традиционно у русских и европейских мастеров было оформление в виде животных у мусульманских мастеров по исламу этот изображение строго запрещался наш мастер придержит двух видов оформления растительного характера ислами и геометрического пангория и сейчас мы с вами находимся в комнатах которые во время хана были гостиными для иностранных послов но посмотрите на оформление это комната реставрированная часть дворца эти комнаты своего первоначального вида у нас не сохранили в результате пройденных ортологических раскопок был открыт этот отдел истории предметы которые были сделаны в эпоху поля не обидно не обидно не обидно а также дрова до принятия ислама Вирганская долина исповедует огнепоклонница за растризм и до сих пор в Чадаксае у нас есть погребальное совершение вы видите макет мукханы то есть вот эта часть открыта за растризмами людей никак не хоронили потому что вы знаете святыми считались огонь, вода, земля и воздух просто заносили а после того как трупы оставались кости кости хранились в ассуарях найденные фотографии именно с ассуарями или с камышовыми царкофагами вы можете увидеть уже в следующем нашем зале Великий Шелковый путь который начинался с китайского города Сиана в современной шаре и заканчивался турецким городом Караваны пути проходили через город Кокант Древний название нашего города был не Кокант, а Хукан что в переводе зрения тюркского означает город сильного ветра у нас очень часто бывает сильное ветра Постояние Тиана в горизонтальном виде до Истамбула составляло 12 тысяч километров и можно было дойти в течении 5-6 месяцев поэтому делались более короткие пути Вы знаете, что у нас еще не были острые морские пути поэтому Аральское море, Каспийское и Черное нужно было обходить сухопутным путем а вы видите, вы к себе возите здесь у нас колокольчик бирблюжий который лишился на шее бирблюда Кольчуга Кольчуга, конечно, была сделана для защиты воинов но можно сказать, что воины были хорошего физического сложения вес времени в Кольчуге превышал более 15-16 кг военное время одну Кольчугу, которая течила 3-4 дней а мирное время занимало время больше 20-25 дней нужно сказать, что воины самого Кольчуга Кольчуга уже не носили они носили двойные халаты первый халат был намного короче второго и там была толстая прослойка из шелковых нитей и вот этот первый короткий халат назывался хафтан что перевод означает оберегает себя от беды и несчастья и русское слово хафтан произошло именно от крестецкого слова хафтана здесь уже оружие эпохи Соманидах, Хараханидах лук, верхняя часть лука у нас сломана, не реставрирована натянута временно из проволоки а вот в те времена, в 12 веке, вместо проволоки использовали сухожилия жирных гончарный круг для изготовления глименных изель но посмотрите, что гончарный круг у нас установлен неправильно сейчас вы не сможете его крутить ни руками, ни ногами вот эта часть должна быть внизу, а эта в середине несмотря на то, что уже окончательность 9 века полностью был установлен ислам 4 святых азарасизма символы воды, огня, воздуха и земли символически изображались на посудах и на других изделиях и до 90-х годов прошлого столетия у нас была традиция когда в день свадьбы перед ходом дом жениха в жених с невестой, трижды должны были обходить в костер сегодня этот родитель у нас сохраняется в духовке и самоплоде в 8 веке с наступлением арабов у нас вводится ислам вместе с ним арабская письменность до этого население пользовалось древнетюрским руническим алфавитом письменность тоже как и арабское писалось справа налево алфавит из 38 двух и самое главное вы смотрите такие начертания формы наших современных смайликов были уже в 6 веке смайли 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 полтора часа 6 век и смайли оригинальные оригинальные строительные материалы оригинальный мусульманский кирпич печать форме ладони осталось на каждом сотовом кирпиче таким образом мастера могли сочетать общее количество каждый сотый кирпич на фотографии который вы знаете проводится нечетные вводы жизни мальчиков самый поздний 9 лет киргизская свадьба в югте невесы жене со своими свидетелями по традиции если невеса согласна выйти замуж она должна была взять себе протянутый белый платок что означало ее согласие еврейские похороны обязательно с музыкой национальных одежд а цыгане которые у нас появляются северной Индии первоначально как и индийцы сжигали трупы у нас есть до сих пор целый квартал который так и называется цыганская а я выиграл мы как раз вчера спорили откуда появились цыгане у нас здесь на территории мне как-то говорили что это вообще индусы древние манты тоже готовили во время ханства она у нас появляется из Китая там есть три ее части ты же фуд-блогер тебе очень нужно до половины наливалась вода но в отдельных случаях вместо воды здесь готовили мясной бульон шурпой одновременно были готовы первые и вторые она из меди красная медь обладала большими свойствами для лечения желудочно-кишечного тракта посмотрите территорию каканского ханства вот видите годы присоединения в результате военных походов 19 каканских ханом была завоевана вот такая огромная территория но к сожалению на полвека раньше бухарской мирасы она входит уже с осад царской сохранились китайские слова которые в переводе означают что пушка в бою принесет только победу напротив нее вы можете сравнить пушку каканского литя весом более 150 кг из бронзы и меди и большое колесо пушек после ханса были переданы русской церкви нашего города для колокола и наконец на фотографии сам Худайер хана здесь ему 42 года это его старший сын Асредденберг второй и четвертый сыновья в 1875 году в декабре месяце генерал Кахман обещает встречу Худайер хана с Александром II цель от этой встречи было сохранение Ханса но эта встреча не состоится таким образом хан выходит с территорию Ханса и попадает в ссылку в Оренбургскую область три года держится под домашним арестом и только в возрасте 51 года он получает разрешение от генерала для полонства Мекку и после возвращения умирает в Афганистане своей смертью от болезни легкие в городе Порохе его старший сын Асредденберг вместе с женой были высунули во Владимир по состоянию здоровья на Средденберг возвращается в Ташкент умирает в возрасте 32 лет раньше своего цена один год во внуки Худайер хана от второго сына Асамадберг Худайер хана заканчивает Оренбургский военно-кадетский корпус и как лучший ученик училища награждается Георгийским крестом его братцы Исламбек переезжает в Афганистан и в течение 50 лет он служит послом Афганистана Швейцария и Франция похоронен в Париже на кладбище в возрасте 97 лет это в 1983 году сын Асредденбека Амурсетбек был банкиром он похоронен на кладбище Джурабек Ташкента от Амурсетбека на сегодняшнее пятое шестое поколение хана их фамилия Амурсаидовы сегодня они являются преподавателя Ташкентского соцсетта информации и связи дядь Мухтархан генеральный директор Янгюльского масло-жир комбината и любимая наша певеца Сивара Назархан тоже является потомком по ханской линии от брата Худайрхана Суфубека сын Суфубека Назарбек Сивара считается шестым поколением хана переписана именно на хаканской бумаге есть личная печать хана и дополнительная небольшая овальная печать вах почему она ставилась по закону если есть в учебниках или в Коранах печать вах они запрещались для продажи они передавались как в подарки мечети имена эта книга была переписана в 1856 году 19 век Хаскальян украшенный серебром Дашо Хаба подсвечник и серебряный мужской пояс а парчевый хала это работа уже бухарских мастеров к сожалению но с экспозиции не сохранились те вещи которые носил сам хангл члены конечно Кокан ставится своей арбой именно Коканская арба отличалась большими размерами колес движение вот с помощью вот этих больших колес было очень удобно по неровным Коканским дорогам но обратите внимание первоначально они были без железного обода полностью полностью были деревянные и были очень легкие поэтому без труда можно было пересечь неглубокую речку для женщин обязательно арба была с навесом но вы знаете что основная арба была для перевозки грузов вот эта арба и сегодня может поднять больше 500 кг груза у обычного населения была конечно маленькая арба а паитон на территории Коканда был уже использован после падения Коканского ханства но по историческим данным в конюшне у Кудай-Архана был паитон но он никогда им не пользовался сам город Кокан был окружен припасной стеной и вход во внутрь города был возможен только через городские ворота таких ворот было всего 12 на наши дни сохранились только первые городские Сваринские ворота вот эта дверь по тем временам считалась маленькой дверью и выполняла функцию глазка то есть те кто хотели войти во внутрь города в позднее вечернее время проверялись через эту дверь и открывались основные ворота а это ворота от мечети которую посыл Кудай-Архан в честь своей матери Факимаи нужно сказать что Саид Мухаммад Кудай-Архан родился не в Коканде он родился в Таласе потому что его мать была киргизской национальности только в возрасте 12 лет он переезжает в Коканде в Мадресе это к сожалению не сохранилось здесь тоже в верхней части среди узор арабская вязь в переводе эти слова означают здесь место для тех кто любит и ценит науку то есть уже тогда мадресы считались как высшие учебные заведения в 1929 году в 1929 году с Третьяковской библей и в 1929 году в экспозиции у нас многие картины в оригинальном виде что повышает ценность копии у нас являются две работы это работа испанского художника EveryCommerilio дети играющих в гости и это картина святая ночь остальные работы все у нее с вагонами здесь уже галактическая школа параллельно были переданы прекрасные скульптуры это работа коммун aplats of the however по грейской мифологии она у него звали и танцы в следующем зале у нас работы русских художников в жанре пейзажей и портреты, и все у нас тоже в оригинальном виде. Кстати, я могу сказать, что мы в третий год прижимаем, а в третий год прижимаем, а в третий год прижимаем в полусе ее рассмотреть. Госпожа Лансков, работа русского художника Брата, с левой стороны княгиня Волкунская, работа драмы Ивуарина, графиня Чернышева, и в прекрасном виде русские художники передают красоту у них королевца. По счастливой случайности эти работы попадают в наш музей, потому что в Кокан приезжали пола российских студентов, обратить внимание, тогда это можно, оказывается, было сделать. По заявлению этих двух российских студентов, по их запросу, вот эти работы были переданы в Коканский музей. Здесь жили сыновья хана. Курдюнова была здесь на дне всего лишь на два месяца. Судьба семьи Худайр-хана мы с вами уже ознакомились, но самый любимый сын Худайр-хана Урмамбек умирает в возрасте 18 лет, после падения ханства. Два зала у нас раскрывают историю Кокана уже после падения ханства. Посмотрите, двор небольшой. Здесь сумма есть у нас все альманы, и самое главное вид опыт выход в одну третью часть города, что очень примечательно для этих стилей дошли. Перед вами карта завивания Коканского ханства. В 1853 году был захвачен от мечеть, потом в этот план входит Черняев, в 64-м Ташкент был захвачен со стороны Черняева, полковник Верекин и генерал Скобелев. Полностью, когда эта территория была присоединена, Ферганская долина была передана генералу Скобелеву, и Кокан теряет свой статус столицы. Здесь открывается очень много больших торговых домов. Если вы были в нашей стороне Хакимиада, Коканда, до сих пор население так и называет эту часть город, дом Хаина Бадяева, который впервые на территории Коканда открывает несколько шлавко-очистительных и маслобойных замок. Они были самыми крупными, так сказать, предпринимателями того времени. Между двумя красивыми зданиями была послоена очень красивая православная церковь, которая в 1920 году была обзорвана. В настоящее время у нас есть небольшая православная церковь, напротив у нас есть синагога, но нужно признать, еженедельно служба посещает очень маленькое колесо. Чеканка по меди. Вот здесь вы можете открыть и посмотреть мантыжу. Посмотрите в части. Я вот и хотел в тот раз посмотреть, но не стал задавать вопрос. Давай я тоже здесь выключу. Все, видно, видно. Медный. Сколько лет уже этой мантыжницы? Это 19 лет, почти 200 лет получается. Видите, 3 ее части. Буквально технология такая же. А тут бульон, да? Не воду, как сейчас делают, а раньше на бульонке. Конечно, таким образом экономилось время и топливо. А, ну то есть внизу могла быть шурпалка. Да. Неплохие мантыжницы. Помещение, где готовилась еда, была вне дворца. В большом колесе у нас заваривался чай. Вот такой чай. Да, 15 литров. Обрезан, то есть лейка для расширения цветников. И готовая еда в готовом виде, заносился в дворец вот в таких вот супницах. И это спределяло за ханским дворцом. Здесь очень красивая чеканка по меди. Нужно сказать, что этот ремеслак тоже развивался во время ханса, но он стоил очень дорого. Не каждый житель мог себе позволить именно вот такую вот посуду с различными узорами растительного коротца. Медные куары были в основном для холодных напитков, потому что, вы знаете, медь очень быстро нагревается. В основном это для холодных напитков. Здесь есть еще пушки, как у нас, говорите, я. Мне кажется, в Ташкентском музее тоже есть. Это светильники. Светильники. Да, чугунные светильники. Туда наливают масло, отсюда торчит вата и поджигают. Да, это чугунная стопка. Конечно, первые изделия были из дерева. Так сказать, кухонная утварь. Из дерева вот таких вот больших тыквенецов. Хранилось масло. Она очень легкая. А в углублиметах были для земли. Здесь есть и бурдюк. Сул оберученный, мальчик? Да, да. Это из кишки. Здесь из желудка. Из желудка, да. Бурдюк делался из желудка. Здесь, видите, уже формы для набойки. Посмотрите, вот сейчас этот ветеремесла у нас восстанавливается на обнимание, как батик. Особый вид техники росписи. Делались, готовилась краска из камней горных растений. Макали в эту краску и в виде печати делались узоры на освещение. Не зря говорят, что это город ветра. Здесь реально сильный ветер. Хотя сегодня не сильный ветер, как говорят местные. Можно вопрос? Для чего вот эти деревянные балки дорчат? Они выводят влагу? Деревянные выступы, да, для выведения лишней влаги стены. Для сохранения здания. По ночам здесь вешались фонусы, фонари. Они портят первоначальный вид мозаики, как бы и оберегают от сглаза. Если вы посмотрите, то не портят. Основная функция – это вывод влаги? Конечно, да. И сам дворец был построен на искусственной платформе вице. 4,5 метра от земли. То есть вот эта часть первоначально была сделана платформа. Она заполняется камнями. И только после этого, по приказу камня, начинается светиться в ладца. Тоже для лучшего сохранения этого здания. Сейчас приехали с Умидом. Он сейчас рекламирует магазин. А я покажу, как он рекламирует это. То есть такая реклама в рекламе. Мы просто подсматриваем с вами. Что он говорит? Ты же видишь, что он говорит? Самые лучшие продукты. А, все саморучные. Друзья, сами переведите, что он говорит. Вот так выглядит реклама артиста. Когда артист рекламирует в Узбекистане продукцию местных производителей. Кстати, это все делается вручную. Вручную готовится. Есть чистый золото, серебро. Есть на заказ любой металл. Ценный. Делается. Это золото. Вот бриллианты. Друзья, когда вы будете звездами, вот к вам будут все вот так подходить. Я с ним матилась. Ну, узбекскими звездами. Звездами узбекского кино. Но самое главное, не захлебнуться в славе, друзья. Заехали в Коканский двор. Умит там что-то сейчас переодевается, переобувается. Я пошел набрал воды себе. Дети играют в прятки. Скорее всего, прятки. Возвращаемся в Фергану. Дворец Коканского хана посмотрели. Коканскую самсу не попробовали. Коканский плов с висташками не попробовали. Что еще? А, еще хотел подметить, что вот именно в этой части Узбекистана, в долине Бандижане-Фергане, слово пирожок, это не пирожок. Это казан-кабок, мясо с картошкой, чтобы вы знали. Я думаю, что многие даже не знают о жителе той части Узбекистана. Ну, конечно, кто был, тот знает. Это по поводу пирожка. А в Намангане, казан-кабок, это горох с мясом. Не вот именно, не как наухад шурака, а как подлива такая вкусная. Имейте в виду, такие нюансы. Спешл для вас. Мы сейчас находимся в комплексе. Какой комплекс? Это гостиница Азия Фергана. Сеть гостиниц. Сеть гостиниц по Узбекистану, да. В крупных городах. Азия Самарканд, Азия Бухара. Я тебя перебью. Мы когда ехали по главной улице, просто стоит здание. А заходишь сюда внутрь, здесь... Да, это совсем другое. Здесь фаички. Ну, здесь вообще уютно. Вот в этой зоне мелодии из Твин Пикса. Слышишь? Да, да, да. То есть здесь можно спать. Да. Вот мой любимый номер, я могу показать для твоих подписчиков. Если кто-нибудь будет из вас в Пиргане и придется здесь ночевать, оставаться, вот мой любимый номер, вот здесь лестница. Прямо с номера можешь выходить. Вот это номер, вот. Уличный. Он просто занят, да. Ааа. И комфортно отсюда. Сразу спальня здесь, все дела. Можешь оттуда выходить, туда, отсюда, сюда. А в зал, в общем, да. То есть, если ты в шортах, просто голый, можешь отсюда зайти, и там никому не мешать. Вопрос. Трудно быть звездой? Есть трудности, знаешь, в чем? Ну, мы с тобой присядем. Вы наблюдайте за обзором. Мы сегодня будем делать коллаборацию. Я расскажу, конечно, есть трудности. Но ты просто, быстро. Да, нет, трудности. Легко, да, трудно. Трудно. Но это, знаешь, не физически, это морально трудно иногда. Ну, привыкаешь. Хочется поплакать иногда, понимаешь, от этого именно. Всегда все взгляды на тебя, и то, что все делают, им можно, а тебе нельзя, понимаешь? Ты как лицо. И каждый как будто с тебя берет пример. Даже, допустим, просто покурить сигарету. Два мальчика увидят, и я сам знаю, что они подумают, вот он курит, значит, это нормально. И начнут курить, понимаешь, и такая ответственность. Это одна из маленьких причин, например. А так кучу всего разного. Чего я не могу делать, чего мне хочется, понимаешь? Пока у МИД ищет официанта. Сегодня почему-то ветрено, не только оказывается в Коканде, еще и в Фергане. Сильный ветер. Так, что-то я еще хотел сказать. В Андижане чайхана называется самовар. То есть можно и чайхана назвать, а можно и самовар. И то, и другое правильно.